Доброе утро! В эфире Анфас. В студии Наталья Гаврусик. Сегодня Беларусь полноправный, авторитетный член мирового сообщества, готовый защитить от посягательств свой суверенитет. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к военнослужащим в день вступления в должность президента. Достичь высоких оборонительных стандартов удалось во многом благодаря энергичным шагам силовых ведомств, синхронизируемым с военно-политической обстановкой и экономическими возможностями. О том, какие результаты позволили армию укрепить защиту страны в 2015-м, в материале Константина Гагарина. Пожалуй, никогда еще в современной истории взгляды на военное дело не менялись столь радикально, как в последние годы. Никогда конфликты не развивались так непредсказуемо и быстро. Взрывы уже отчетливо слышны в Европе. Не случайно тема военной безопасности в Беларуси обсуждается на самом высоком уровне. Буквально в течение месяца глава государства посетил 120-ю механизированную бригаду, объект оборонной промышленности и принял участие в работе оперативного сбора вооруженных сил. Сегодня мы с вами являемся очевидцами геополитических процессов передела сфер влияния, которые неизбежно ведут к трансформации сложившейся системы международной безопасности. Под фальшивыми лозунгами об угрозах мировому сообществу и надуманными предлогами для насаждения демократии уничтожены Ирак и Ливия. Северная Африка, Ближний Восток погружены в хаос. Тревожные сигналы раздаются непосредственно у наших границ. И нужно быть готовым к соответствующему реагированию на новые вызовы и угрозы. На решение этой задачи был направлен весь армейский учебный год. В войсках проведен ряд экспериментальных маневров. В ряду этапных событий – высадка десанта на Северном полюсе, формирование подразделения территориальных войск на Гомельщине, участие в международных армейских играх, первая посадка на аэродромный участок дороги военно-транспортного самолета. В комплексе все несущие конструкции безопасности проверены белорусско-российским учением «Щит Союза-2015». Мы обеспечиваем не только свой суверенитет, но и тесно взаимодействуем, особенно в формате союзного государства. К концу года у нас запланировано рассмотрение нового плана применения региональной группировки войск на Высшем Госсовете. 2015-й стал, пожалуй, наиболее насыщенным годом в подготовке силовой компоненты организации договора о коллективной безопасности. В активе – внезапная проверка коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане, масштабное учение взаимодействия в Псковской области, маневры миротворцев в Армении. Наличие союзников и дружественных стран-партнеров для нас является важным фактором обеспечения военной безопасности. Именно поэтому Беларусь рассматривает свое участие в таких межгосударственных структурах как действенный фактор сдерживания в военной сфере. Однако работа механизма коллективной защиты должна выстраиваться с учетом наших национальных интересов. Продолжается поставка в войска новых образцов вооружений. В 2015-м армейский строй пополнили учебно-боевые самолеты Як-130. В следующем году на вооружение поступит реактивная система залпового огня «Полонез». Образец уже испытан в Китае, где поразил цель на дальности 200 километров. На заводе точной электромеханики, где налаживается производство ракет для этого комплекса, президент обозначил суть оборонной стратегии страны. У нас сегодня, завтра, позже исключительно оборонная стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы противник задумался, прежде чем вести против нас войну или же создавать какой-то конфликт. Мы должны нанести ему неприемлемый ущерб. И это исключительно оборонительная тактика. Ни один современный конфликт не начинался вторжением армии на территорию того или иного государства. Сценарий противоборства один и тот же – развалить государство изнутри. Поэтому одна из ключевых задач армии – сплочение общества, формирование патриотического сознания. Должно быть некое общее настроение в рамках общества, банально от семьи, от школы должно исходить. Но, безусловно, и в самих рядах вооруженных сил нужно поддерживать соответствующую атмосферу. Формирование готовности и личной причастности каждого гражданина защитить свое отечество. Неважно, в какой сфере он осуществляет свою деятельность, был готов всегда, внутренне готов, защитить национальные интересы своей страны, своего государства. Очередной этап подготовки вооруженных сил завершен. Эксперты приступили к обработке результатов, однако главный из них совершенно очевиден. Все компоненты системы безопасности поддерживаются в состоянии, которое позволяет гибко реагировать на новые вызовы. Эту мысль Александр Лукашенко подчеркнул, выступая в день инаугурации перед представителями белорусской армии. Вместе мы уже сделали очень много на сложном пути государственного становления и развития. Все эти годы национальная система обеспечения безопасности была гарантом защиты мирного труда белорусского народа от любых угроз. Я уверен, что под вашей надежной защитой, нашей защитой, все вместе мы преодолеем любые трудности и решим самые масштабные задачи на благо нашего общего дома, Республики Беларусь. Новый учебный год в вооруженных силах стартует уже от 1 декабря. Фактически очередную главу развития армия открывает на месяц раньше всей страны. И в этом опережении есть определенный символизм. В наши дни и экономика, и политика, и суверенитет начинаются именно с безопасности. В эфире Анфас. Новости столичного гарнизона продолжат программу. В соответствии с указом президента Республики Беларусь, командованию сил специальных операций вручено боевое знамя. Церемония прошла в Музее истории Великой Отечественной войны в зале воинской славы. От имени главы государства знамя десантникам передал министр обороны Андрей Равков. Получением боевого знамени мы завершаем процесс создания командования как такового, как полноценного органа управления. И это будет являться, наверное, знаково, как для любого соединения, воинской части, объединения. Боевое знамя – это основной атрибут, которым и характеризуется часть. В ближайшее время военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Беларуси примут на вооружение вертолеты Ми-8, МТВ-5 и очередную партию учебно-боевых самолетов Як-130. Новой техникой пополнятся и зенитные ракетные соединения. Очередная батарея ТОР придет на вооружение в одну из наших частей. Мы в ближайшее время получаем уже еще четыре зенитных ракетных дивизиона из Российской Федерации С-300. Военные факультеты и кафедры гражданских вузов вступили в борьбу за звание лучшего в деле подготовки кадров для вооруженных сил. В ходе смотра конкурса, проводимого Министерством обороны, специальная комиссия оценивает уровень учебно-методической и научной работы, состояние материально-технической базы и перспективы ее развития. Почетные трофеи привез из Москвы образцово-показательный оркестр вооруженных сил. Заслуженный коллектив блистательно выступил на восьмом фестивале военных оркестров «Спасская башня». Красную площадь, принимавшую немало военных парадов, духовыми оркестрами не удивишь. Но участникам фестиваля «Спасская башня» уже восемь лет подряд это удается. Музыканты в погонах встречаются здесь, чтобы порадовать зрителей виртуозным исполнением и поделиться с коллегами из армии разных стран секретами мастерства. Этот фестиваль один из самых продолжительных в мире. Данное мероприятие проводится в течение 10 дней, поэтому его посетило более 70 тысяч зрителей. Нынешний праздник музыки собрал представителей 14 стран. И хотя фестиваль не конкурс, дух соперничества безусловно присутствует. Каждый год участники готовят для выступления что-то особенное и обязательно основанное на национальных традициях. Праздник фонарей привез на «Спасскую башню» японский фольклорный коллектив «Канто Мацури». Над Красной площадью прошествовали королевские ходулисты из Бельгии. Несмотря на то, что на вооружении у белорусского образцово-показательного оркестра только музыкальные инструменты, отечественные виртуозы сумели отличиться. Оригинальная накутка дирижера Максима Кочеткова – элементы флэш-моба, элегантно вписанные в канву выступления. Сложные движения, которые под стать роте почетного караула, нужно выполнить с музыкальными инструментами. Мы попытались использовать элемент внедрения пиротехнических средств в наше шоу. Но это не просто какая-то пиротехника, которая параллельно сопровождала наше выступление. У нас была разработана целая конструкция, чтобы в определенный момент нашего шоу из музыкальных инструментов, басов, туп, прямо из раструбов выпускался фейерверк. Очень хотелось выглядеть на фоне остальных коллективов достойно. Более того, задача была, задача максимума была выглядеть лучше всех. И я считаю, что с этой задачей мы достойно справились. И, конечно же, погодные условия, проливной дождь, это нам не мешало. Мы можем работать в абсолютно любых условиях и выполнять поставленную задачу, несмотря ни на что. Говорят, что смелость города берет, а помноженные на таланты усердия завоевывают сердца. После финальных аккордов фестиваля белорусские военные музыканты стали обладателями симпатии миллионов зрителей во всем мире. Самоходные артиллерийские установки входят в топ актуального оружия не случайно. Мобильность, высокая точность огня, мощное вооружение, характеристики, которые не выйдут из моды. Наш специальный корреспондент Анна Чижлитыш лично убедилась в надежности боевых машин. Гвоздика и акация вместе создают красивую цветочную композицию. Самоходные артиллерийские установки 2С1 и 2С3, названные именами этих соцветий, на поле боя способны подарить противнику не менее яркий букет артиллерийского огня. Насколько хорош грозный тандем в деле, где у машины спрятаны плавники, и как вынуть окоп в любом месте, не выходя из самоходки. Грациозные и изящные, даже на первый взгляд, кроткие самоходки на поле боя демонстрируют свой характер. Миномётные и артиллерийские батареи противника от их ударов разлетаются в щепки. Акация оснащена землеройным оборудованием. С его помощью самоходка может самостоятельно вырыть для себя укрытие. Машина оснащена ковшом впереди, и она в течение минут 10 на месте выкапывает окоп, для того, чтобы машина поместилась и быстро замаскировалась. 122-мм гаубица «Гвоздика» производит 5 выстрелов в минуту. Дальность до 15 километров. Акация за это время стреляет 4 раза на 18. Каждая машина имеет свою тактическую задачу. Это же не просто так всё сделано, чтобы 15 и 17 развертываются рубежи. Каждый противник – своя тактика. И каждая машина действует в соответствии с тактикой. Для человека, который ни разу не сидел в боевой машине, попасть внутрь – задача непростая. У номеров расчёта на это всего несколько секунд, а мне пока требуется страховка. Экипаж машины состоит из наводчика, заряжающего, командира и механика водителя. Как мы видим, места у машины немного, а зато все рычаги управления. Под рукой. Акация – младшая сестра гвоздики. Разница в возрасте всего год. По характеру они схожи, но у каждой свои достоинства. Гвоздика имеет герметичный корпус и может легко преодолевать любые водные преграды. Подготовка занимает 5-10 минут. В роли плавников выступает гусеничный движитель. Она закупоривается, машина вся, все люки закрываются. Все отверстия, которые могут быть снизу, под донами, всё закупоривается с детальными болтами. Срываются люки и машина ходит прямо на плавку. Глох от залпов, рёв моторов, ляз, гусениц и дымовая завеса. Боевые подруги на поле боя дают настоящий рок-концерт, засыпая противника тяжёлым металлом. Военные утверждают, что дуэт ещё долгие годы будет занимать в верхней строчке армейского хит-парада, совмещая эффективность и зрелищность. На сегодня это всё. С вами была Наталья Гаврусик. Добра и мира в ваш дом и до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»